Добрый вечер! Сегодня четверг, 21 апреля. В эфире новоуральской обещательной компании информационная программа «Объектив» в студии Виктор Малышев. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главных темах выпуска. Сегодня в нашей стране отмечается День местного самоуправления. 21 апреля. Эта дата введена в календарь в целях повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Они спасают нас от огня. Сегодня в Новоуральске прошло торжественное мероприятие для ветеранов специального управления ФПС номер 5 МЧС России. Около становоуральских ребят вошли в ряды российского движения школьников. Церемония вступления состоялась на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Горошек не оставит никого равнодушным. В театре «Куколсказ» продолжает идти спектакль, главный герой которого преодолевает трудности с улыбкой на лице. Подробнее об этом и многом другом далее. Губернатор Евгений Кувишев поздравил уральцев и особо представителей муниципальной власти, депутатов местных представительных органов с Днем местного самоуправления. В этом году исполняется 10 лет с момента принятия указа президента Российской Федерации о Дне местного самоуправления. Эта значимая дата была учреждена для повышения значимости Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества в нашей стране. Как отметил глава региона, трудно переоценить роль местного самоуправления в решении вопросов, связанных с качеством жизни уральцев. Органы местного самоуправления обеспечивают порядок в жилищно-коммунальной сфере, занимаются благоустройством городов и сел, поддержанием качества дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и общественного транспорта. Именно благодаря результатам этой работы формируется оценка эффективности и доверия граждан государственной власти в целом. Цитата. Уверен, что и впредь эффективная работа местной власти будет способствовать повышению качества жизни уральцев и развитию экономики Свердловской области. Сейчас самое главное – работать так, чтобы каждое управленческое решение, каждый бюджетный рубль, каждая инициатива служили росту. Созданию новых рабочих мест, выпуску инновационной продукции, повышению безопасности, появлению новых образовательных, культурных и спортивных сооружений. «Всему тому, что позволяет судить об уровне развития наших каждого населенного пункта в отдельности и всего региона в целом», – сказал Евгений Куевышев. Губернатор пожелал депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, а всем уральцам – счастья, здоровья, благополучия и комфортной жизни в городах и селах региона. Поздравления в адрес работников и ветеранов местного самоуправления направили и глава округа Вячеслав Тюменцев и председатель Думы Михаил Денисов. «У нас одна общая цель – сделать жизнь каждого новоуральца достойной. Это фундамент и главная опора в решении насущных и социально значимых вопросов местного значения. Все это невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам, без активного участия жителей города. Опыт показывает, что только общими усилиями при поддержке горожан мы вместе сможем решать задачи по созданию комфортных и благоприятных условий для жизни людей. Примером для нас остаются наши уважаемые ветераны, люди, отдавшие свою жизнь городу, его формированию, созданию основы для социально-экономического развития. Спасибо вам за труд и преданность Новоуральску и его людям. Желаем всем профессиональной энергии, инициативности, успехов во всех начинаниях на благо любимого города. Конец этого. А теперь о еще одном торжестве. Сегодня в Доме культуры Уральского электрохимического комбината состоялось торжество, посвященное сразу трем профессиональным праздникам. Дню Советской пожарной охраны, Дню пожарной охраны России и 75-й годовщине образования специального управления ФПС номер 5 МЧС России. Главные герои – это ветераны, которых честовали действующие сотрудники МЧС. Передаю слово моей коллеге Марии Антоновой. После долгого перерыва, связанного с режимом ограничений, ветераны и действующий состав специального управления ФПС номер 5 МЧС России встретились на торжественном мероприятии. Повод весомый. Буквально на днях 17 апреля отмечали День советской пожарной охраны. Совсем скоро, 30 числа, 373-я годовщина образования пожарной службы в России по приказу Алексея Михайловича Романова. А 7 июня отметит 75-летний юбилей подразделения в Новоуральске. Сегодня торжественная встреча началась с демонстрационного показа современной техники для ветеранов, гостей и нашей съемочной группы. Обычно воздушно-механическая пена образуется в пеногенераторе. Здесь на выходе из насоса уже идет готовая пена. Она очень легкая, то есть рукав заполненный водой, допустим, рукав диаметром 51 мм заполненный водой, весит 50 кг, то есть 10 кг рукав и 40 кг воды. То есть здесь получается где-то 11-12 кг, где больше. На торжестве главные гости – ветераны службы. Среди них легендарные личности. Труженик тыла в годы Великой Отечественной войны Петр Семенович Ерохин и Владимир Никонович Каледан. Обоим уже за 90, а энергии и бодрости духа хоть отбавляй. В молодые годы стойкости, самоотдачи и героизму они учились у ветеранов Великой Отечественной войны. Затем передали свой опыт молодежи и искренне восхищаются теми, кто сегодня стоит на страже нашего покоя и спасает от пожаров. Сейчас берут в пожарную охрану, как в армию. 170, рост должен быть сильный, могучий. И если где-то какое-то заболевание, таких не берут. Богатыри? Богатыри. Ерохин Петр Семенович, ему 94 года исполнилось. И Каледа Владимир Никонович, ему 93 год идет. Они у нас самые озорные, самые задорные. И нас им сподвигают на другие хорошие, добрые дела, чтобы пожарная охрана развивалась в нашем городе. Как раз мы с ней постоянно беседуем. Они нам дают рекомендации, наставления. Очень интересуются всеми новинками. Отметим, что во все времена, с момента создания управления в далеком 1947 году, пожарным и службе МЧС всегда было нелегко. Работа такая – спасать. Прежде всего людей, а также и имущество, и животных, как говорится, и в огонь, и в воду. 28 лет от работы вообще в пожарной охране. Ситуации очень много было. Вплоть до того, что, значит, начиная с спасания кошки, то есть банально, да, ну и заканчивая там такими серьезными пожарами, которые справлялись там в течение даже бывало суток. То есть на памяти очень много таких событий. Испытаний действующему составу сегодня тоже хватает. Засушливое лето прошлого года ознаменовалось массовыми возгораниями и пожарами, с которыми боролись и МЧС, и добровольцы. В прошлом году, да, 103 пожара у нас, значит, произошло. Самое сложное – это у нас были лесные пожары, потому что была сильная засуха, все помнят, чем и осложнялось у нас тушение этих лесных пожаров. Любимый город может спать спокойно? Очень спокойно может спать город под надежной защитой и охраной. Без ежедневного труда огнеборцев невозможно было бы создать и передовое производство. Для обеспечения безопасности первого строящегося в стране газодиффузионного завода номер 813 и была создана 20-я отдельная военизированная пожарная команда. И МЧС до наших дней выполняет эту работу. Стережет город и комбинат. МЧС – это составляющая часть нашей безопасности, поэтому специальное управление противопожарной службы номер 5 стоит на страже безопасности комбината, на страже безопасности города. Мы тесно взаимодействуем с руководством СУФПС-5 с целью поддержания высокой готовности, оснащенности специального управления. И мы уверены в завтрашнем дне. Хочется в этот день, во-первых, поздравить ветеранов, руководства, сотрудников, работников нашего управления с праздником и пожелать, прежде всего, здоровья, оставаться высокими такими профессионалами. Ну, просто они умеют делать свое дело и пусть они точно так же делают свое дело. На встрече вспомнили всех, кто за долгие годы стоял у руля службы. Поздравили коллег и сослуживцев полковник внутренней службы Андрей Щеколев и полковник внутренней службы Игорь Круглов. Музыкальными подарками порадовали артисты театра музыки, драмы и комедии. Впереди еще много мероприятий, посвященных 75-летию управления, и мы обязательно о них расскажем в наших следующих эфирах. Мария Антонова, Николай Ларионов, Новоуральская обещательная компания. Осторожно клещи. В Новоуральске с начала сезона уже 7 человек пострадали от укусов клещей. Однако на исследование в лабораторию отдали только 4 клеща. Один клещ оказался переносчиком баррелиоза. Новоуральцы привезли клещей из садов Подневьянском, Аятского садоводческого товарищества и из Тараскова. Областная статистика. В Свердловской области зарегистрировано 43 случая укуса клеща. За аналогичный период 2021 года было 1180 случаев. Среди детей до 17 лет 12 случаев присасывания клещей. Укусы зафиксированы в 16 Свердловских муниципалитетах. Наибольшее число пострадавших в Нижнем Тагиле – 10 человек. В Каменске-Уральском – 9 человек. И в Екатеринбурге – 8 человек. Будьте аккуратны. Чаще осматривайте одежду после посещения лесопарковых зон и садовых участков. Если обнаружили присосавшегося клеща на себе, то нужно сразу обратиться в городской травмпункт. Напомним, глава округа Вячеслав Тюменцев дал поручение Управлению городского хозяйства по окорицидной обработке 1 млн 135 тыс. кв. метров городских территорий. В городской администрации прошло совещание по организации летней оздоровительной кампании. Юные новоуральцы традиционно отдохнут как в городских лагерях, так и в других организациях. О том, какие решения были приняты, смотрите в нашем следующем сюжете. Подготовка к летней оздоровительной кампании начинается уже с сентября, а апрель – месяц активной подготовки, ведь до лета остается совсем немного времени. На совещании комиссия обговорила важные вопросы и изменения некоторых положений. В самоцветах увеличивается количество мест. На майские учебные сборы добавится еще по 25 десятиклассников, а на третью и четвертую летние смены поедет на 200 детей больше. В этом году в любимый лагерь подали 2256 заявлений на 1850 мест. Попадут те, кто подал заявление перпами. Из приятных моментов для родителей в этом году будет продолжена программа родительского кэшбэка. С 1 мая вводится государственная программа кэшбэка за путевки. Родители, которые приобретают путевки в загородный лагерь, если это сделают по определенному порядку, который прописан в этой программе. И у нас с вами еще санаторий «Чайка». Дети в санаторий, которые поедут, эти родители могут претендовать на кэшбэк, то есть 50% возврата родительской платы. Подробная информация по кэшбэку размещена на сайте Управления образования и Центра внешкольной работы. Программа распространяется только на летний период. Также было принято решение об отмене осенней смены, а летом сделать пять смен по две недели. Сотрудники загородного центра активно готовятся к приезду ребят. У нас закончен ремонт лестничных маршей, ограждение лестничных маршей и перил, закончен ремонт помещения бывшего тира. Выполнены работы по текущим ремонтам во всех корпусах и проведен капремонт волейбольной и баскетбольной площадки. Помимо самоцветов у ребят есть возможность поехать в Таватуй и Зеленый мыс. Состоятся и традиционные пешие походы для подростков. Отдых для новоуральских детей разнообразен. Запланирована в этом году и работа 18 пришкольных городских лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений округа. Они будут работать с 30 мая по 23 июня. Подача заявлений продлится до 6 мая. Елена Мельникова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В Центральном парке культуры и отдыха под солнечными, теплыми, весенними лучами солнца Вчера состоялась торжественная церемония вступления новых участников российского движения школьников. Кодекс этики новоиспеченных РДШ читали сотни ребят из разных новоуральских школ. С ними пообщалась моя коллега Наталья Рао. Фестиваль российского движения школьников в Центральном парке культуры и отдыха начался с флешмоба «РДШ – широкая душа». А далее, как и полагается на торжественных мероприятиях, выдаст флага под звуки гимна Российской Федерации. После приветственного слова гостей мероприятия кураторы движения РДШ в Новоуральске провели церемонию награждения новоуральских ребят, самых активных, участвующих в различных проектах и акциях российского движения школьников. Молодых активистов много. Они живут интересной, насыщенной жизнью. Надо сказать, что региональному отделению РДШ исполняется в этом году шесть лет. За это время к движению присоединились тысячи мальчишек и девчонок. А вчера в городе в ряды РДШ вступили около ста новоуральских школьников. Вступая в ряды российского движения школьников, добровольно принимаю на себя обязательства всеми силами содействовать достижению целей и задач российского движения школьников. Обещаю! Это интересно, мне это нравится в принципе. Мне понравилось, как участвовали девочки. Я еще знала, что это в старшую школу, я хотела вступить. Вот получается, я теперь вступила. Я пришла в старшую школу, я вступила. Что испытываешь сейчас? Счастье. Я захотела попробовать, мне понравилось. Я продолжила уже второй год. Чтобы объединиться с ребятами, чтобы делать уместные дела. Кодекс этики РДШ гласит, участник движения стремится к правде, добру, справедливости, благополучию и процветанию России. Участник РДШ – это надежный друг и товарищ. Когда ребята вступали в ряды российского движения школьников, когда им повязывали галстуки, взрослые с таким трепетом смотрели на этот процесс, воспринимая РДШ как прообраз пионерии. Российское движение школьников – это образец преемственности поколений, сочетания лучших традиций эпохи СССР и нового времени. Кстати, об этом школьникам рассказали ветераны педагогического труда из Дома Учителя на одной из локаций тематического квеста. Отряд «Дома Учителя» на праздник, посвященный 100-летию со дня рождения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, готов! Годы пионерские моими были, даже не знаю, как сказать, потому что я родилась в 45-м, это восстановление разрушенной страны, поэтому я не могу сказать, но было весело, было дружно, было хорошо. Начинала работать в нашем городе в школе 57-1972 году и проработала 5 лет в старшей вожатой. Школа была правофланговая, но было очень интересно и весело. Старшей вожатой были, я так понимаю, в лагере, да? И в лагере тоже? О пионерах хорошо говорим, что 100 лет со дня рождения, а ведь до пионеров были октябрята в первом классе, с каким волнением все получали октябрятскую звездочку на грудь с портретом Владимира Ильича Ленина. Когда смотришь на таких молодых, активных, неравнодушных ребят, понимаешь, что будущее за ними, за молодежью, им строить нашу жизнь и от них зависит, каким будет наше завтра. Вступить в ряды РДШа очень просто, нужно в своей школе найти кураторов движения или зарегистрироваться на сайте российского движения школьников. И все малые и большие дела будут доступны для активных жителей нашей родины. Дерзайте. Наталья Рау, Иван Бахмяков, Новоуральская вещательная компания. Театр «Кукол сказ» приглашает всех погрузиться в уютный мир маленького героя. Спектакль «Горошек» рассказывает о жизни персонажа, который преодолевая трудности, все же остается жизнерадостным. Подробнее расскажет Елена Мельникова. Репертуар театра «Кукол сказ» пополнился спектаклем «Горошек». Это постановка – совместная работа курганского режиссера Дмитрия Ши, художника-постановщика из Могилева Никиты Запаскина и санкт-петербургского композитора Рината Шевалиева. Постановка пришлась по вкусу маленьким зрителям. Ребята старшей группы детского сада номер один поделились своими впечатлениями после спектакля. Мне она понравилась. Там мне больше всего понравилось, как там песенки и шучки, и там горошек. Эта сказка была о горошке. Как он в путешествии. Даже маленькое приключение будет большим приключением. А что тебе больше всего понравилось? Как он летал на самолете в лес. Ла-па-ла-па, как там вот так делал. Смотрел сказку. Как горошек отправился в путешествие. Мне больше всего понравилось, как он попал в лес на самолете. Не похожий на остальных смелый и жизнерадостный герой нашел свое место в мире и отклик в сердцах юных новоуральцев. У Горошка есть чему поучиться. Ведь, несмотря на все трудности, он не перестал излучать свет и доброту. Действия на сцене не выглядят перегруженным, а зажигательные музыкальные композиции надолго останутся в памяти зрителей. Если вы еще не успели познакомиться с героем, сказ приглашает всех желающих посмотреть новую постановку и поучиться у персонажа. Елена Мельникова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. А у меня на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих родных и близких и будьте здоровы!